Георгиевский крест Тогда императрицей Екатериной II был учрежден особый орден для награждения генералов, адмиралов и офицеров за совершенные ими лично военные подвиги. Орден был назван в честь святого великомученика Георгия, который считается небесным покровителем воинов. Еще при императоре Павле I с 1798 года начались индивидуальные поощрения за боевое отличие нижних чинов. Тогда вручались знаки отличия ордена святой Анны. Но это было скорее исключение, чем правило, так как они изначально предназначались специально для вознаграждения рядовых и унтер-офицеров за 20-летнюю беспорочную службу. Но обстоятельства требовали поощрения и нижних чинов за отвагу в боях, и таких исключений за первые 10 лет существования этой награды набралось несколько тысяч. В январе 1807 года Александру I была представлена записка, в которой доказывалась необходимость учреждения особой награды для солдат и нижних офицерских чинов. При этом автор записки ссылался на опыт 7-летней войны и военных компаний Екатерины II, когда солдатам раздавались медали, где фиксировалось место сражения, в котором они участвовали, что, безусловно, повышало солдатский боевой дух. Автор записки предлагал сделать эту меру более эффективной, раздавая знаки отличия с некоторой разборчивостью, то есть с учетом реальных личных заслуг. В итоге 13 февраля 1807 года вышел высочайший манифест, утвердивший знак отличия военного ордена, сокращенно ЗОВО, который впоследствии станет называться Георгиевский крест. В манифесте оговаривался внешний вид награды. Это серебряный знак на Георгиевской ленте с изображением Георгия Победоносца в центре. Основание для награждений. Приобретался в бою теми, кто проявлял особенную храбрость. Были в манифесте оговорены и другие нюансы новой награды, в частности льготы и материальные поощрения, предоставляемые кавалером. Это треть воинского оклада за каждое награждение, а также то, что количество подобных знаков ничем не ограничено. Впоследствии к льготам награжденным добавили освобождение от всех телесных наказаний. Награды раздавались новым кавалерам-командирами в торжественной обстановке. Перед фронтом – воинской части, а на флоте – на шканцах под флагом. Поначалу число награжденных было сравнительно небольшим. Знаки отличия были безномерными, но в связи с увеличением числа награжденных и с составлением списков кавалеров появилась необходимость их нумерации. Согласно официальным данным, награды без номера до октября 1808 года получили 9000 нижних чинов. После этого на монетном дворе начали выпускать знаки с номерами. В ходе военных кампаний, имевших место до похода Наполеона на Россию, они вручались более 13 тысяч раз. Во время Отечественной войны и заграничных походов русской армии 1812-1814 года число награжденных существенно выросло. В архивах сохранились сведения о количестве пожалований по годам. В 1812 году – 6783 вручения, в 1813 году – 8611 вручения, в 1815 году – 9345 вручения. В 1833 году в царствовании императора Николая I был принят новый статут Ордена Святого Георгия. Он включал в себя ряд нововведений, некоторые из которых касались и награждений крестами нижних чинов. Из них стоит отметить наиболее важные. Так, например, все полномочия в пожаловании награды отныне стали прерогативой главнокомандующих армиями и командиров отдельных корпусов. Это сыграло положительную роль, поскольку значительно облегчало процесс пожалований, избавленным таким образом от многих бюрократических проволочек. Еще одно новшество заключалось в том, что все солдаты и унтер-офицеры, после третьего награждения, получившие максимальную прибавку к жалованию, получали право носить крест с бантом из георгиевской ленты, что стало в определенном смысле предвестием будущего разделения на степени. За крест солдат или унтер-офицер получал жалование на треть больше обычного. За каждый дополнительный знак жалование прибавлялось на треть, пока оклад не увеличился вдвое. Прибавочное жалование сохранялось пожизненно после увольнения в отставку. Его могли получать также вдовы, еще год после смерти кавалера. Если кавалер получал знак отличия в ополчении, то его уже не могли отдать в военную службу, то есть забрить в солдаты, без его согласия. Однако статут не исключал насильственной отдачи кавалеров в солдаты, если те будут признаны помещиками как лица, кои поведением своим нарушают тишину и спокойствие. Следует отметить, что зачастую определенное количество крестов выделялось отличившемуся в бою подразделению, а затем ими награждались наиболее отличившиеся солдаты, причем с учетом мнения их товарищей. Этот порядок был узаконен и назывался приговор роты. Кресты, полученные по приговору роты, ценились в солдатской среде больше, чем полученные по представлению командира. В 1844 году были внесены изменения во внешний вид крестов, вручаемых мусульманам, а впоследствии всем нехристианам. Предписывалось на медальоне изображение святого Георгия заменить на герб России. Это было сделано для того, чтобы придать награде более нейтральный в конфессиональном смысле характер. Следующее серьезное изменение в статуте ордена, относящееся к георгиевским наградам для нижних чинов, произошло в марте 1856 года. Он был поделен на четыре степени. Первая и вторая степени изготовлялись из золота, а третья и четвертая из серебра. Награждение степенями должно осуществляться последовательно. При этом каждой степени вводилась своя собственная нумерация. К первой и третьей степени для визуального отличия присоединялся бант из георгиевской ленты. После многочисленных пожалований за турецкую войну 1877-1878 годов, штемпеля, используемые на монетном дворе для чеканки крестов, были обновлены. При этом медальером были внесены некоторые изменения, и награду уже окончательно приобрели тот вид, который сохранился до 1917 года. Изображение фигуры святого Георгия в медальоне стало более выразительным и динамичным. В 1913 году был принят новый статут георгиевских наград. Именно с этого момента знак отличия военного ордена для награждения нижних чинов стал официально называться георгиевским крестом. Для каждой степени этой награды вводилась новая нумерация. Также упразднялась особая награда для иноверцев. Им стал вручаться знак обычного образца. Также для справки стоит указать то, что до 1913 года, кроме официального, имел и другие неофициальные наименования, такие как Георгиевский крест пятой степени, Солдатский Георгиевский крест, Солдатский Георгий или Егорий. Помимо всего прочего, новый статут ввел пожизненные денежные поощрения кавалерам Георгиевского креста. За четвертую степень 36 рублей, за третью степень 60 рублей, за вторую степень 96 рублей и за первую степень 120 рублей в год. Кавалерам нескольких степеней прибавка или пенсия платилась только за высшую степень. На пенсию в 120 рублей можно было нормально жить, так как зарплата промышленных рабочих в 1913 году составляла примерно 200 рублей в год. Кавалер первой степени жаловался также званием подпрапорщика, а кавалер второй степени получал такое же звание только при увольнении в запас. Первые Георгиевские кресты в небольших количествах были изготовлены уже к апрелю 1914 года, так как еще в октябре 1913 года Монетный двор получил заказ на их изготовление для награждения пограничников или участников военных экспедиций. А уже в июле 1914 года в связи с начавшейся войной на Монетном дворе началась чеканка большого числа Георгиевских крестов. Для ускорения производства даже использовались награды, оставшиеся неврученными с Японской войны, с частичным нанесением новых номеров. В течение 1914 года в войска было отправлено более полутора тысяч крестов первой степени, около 3200 штук второй степени, 26000 третьей степени и почти 170 тысяч четвертой. В связи с большой чеканкой Георгиевских крестов из драгоценных металлов, происходившей в тяжелых экономических условиях, в мае 1915 года было принято решение уменьшить пробу, используемую на эти цели золото. Боевые награды высших степеней начали изготавливать из сплава с содержанием чистого золота в 60%. А с октября 1916 года драгоценные металлы были полностью исключены при изготовлении всех российских наград. Георгиевские кресты стали чеканить из Тампака и Мельхиора, с изображением на лучах ЖМ, то есть желтый металл, и БМ, белый металл. А в августе 1917 года Временным правительством было принято решение о разрешении награждения Георгиевским крестом не только нижних чинов, но и офицеров за подвиги личной храбрости. При этом на Георгиевскую ленту помещалась особая лавровая ветвь. В годы Гражданской войны в Добровольческой армии и в Вооруженных силах Юга России награждения боевыми наградами использовали крайне неохотно, особенно в начальном периоде, так как считали безнравственным награждать боевыми наградами русских людей за подвиги в войне с русскими же людьми. Но генерал Врангель возобновил награждения в созданной им русской армии, учредив специальный орден Николая Чудотворца, приравнивающийся к Георгиевскому. В Северной армии и на Восточном фронте, под непосредственным руководством адмирала Колчака, награждения происходили более активно. Последние награждения состоялись в 1941 году в рядах русского корпуса, русского коллаборационистского формирования, сражавшегося на стороне нацистской Германии в Югославии с партизанскими отрядами Народно-освободительной армии Югославии маршала Тита. Как же сложилась судьба легендарной награды после установления советской власти? Вопреки распространенному заблуждению, Георгиевский крест не был узаконен советским правительством или официально разрешен к ношению военнослужащим Красной Армии. Но после начала Великой Отечественной войны мобилизовали много людей старших возрастов, среди которых были участники Первой мировой, награжденные Георгиевским крестами. Такие военнослужащие носили награды явочным порядком, в чем им никто не препятствовал, и пользовались в армейской среде законным уважением. К месту будет упомянуть о списке лиц, являвшихся полными кавалерами Георгиевского креста и носивших звание Героя Советского Союза. Известно о семи таких людях. Первый – Агеев Георгий Антонович, награжден посмертно. Второй – Буденный Семен Михайлович, один из трех трижды Героев Советского Союза. Третий – Козырь Максим Евсеевич. Четвертый – Лазаренко Иван Сидорович, награжден посмертно. Пятый – Мещеряков Михаил Михайлович. Шестой – Недорубов Константин Иосифович. Седьмой – Тюленев Иван Владимирович. Интересный факт. Шестой в этом списке, обладатель полного банта солдатских Георгиевских крестов, Константин Иосифович Недорубов, золотую звезду Героя за подвиги на фронтах Великой Отечественной войны, носил вместе с крестами. Ну а в современной России Георгиевский крест был восстановлен указом Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 2 марта 1992 года. Так что будем надеяться, что история этой славной награды не канет в лету и будет с достоинством продолжаться. Спасибо вам большое за просмотр данного видео. Если вам было интересно, прошу не поскупиться и поставить большой палец вверх, и подписаться на этот канал, если вы еще этого не сделали. Спасибо вам еще раз, любите свою историю и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok